всем привет и вы на канале happy decoration с вами я аня ковалева сегодня мы с вами будем изготавливать долгожданный большой ростовой цветок и это будет дельфиниум из иранского фоамирана толщиной 1 миллиметр все что нам потребуется для его изготовления это ваши золотые ручки и мой пошаговый видео мастер-класс никаких вспомогательных инструментов то есть никакого строительного фена и никакой печки а теперь давайте вспомним как же родилась идея создать этот дельфиниум вот смотрю на такие цветочки что не тоже растут цветы конечно и теперь хочется попробовать сделать такой ростовой цветок очень-очень эффектно все решено тем более у меня есть синий фоамиран остался от роз будем бацать такой цветок как зародилась идея по созданию этого ростового цветка вы увидели поэтому если вы еще не подписаны на мой инстаграм happy decoration обязательно это сделайте потому что именно там я рассказываю все подробно своих stories а также устраиваю опросы и также призываю вас подписаться на канал youtube happy decoration где вы сейчас смотрите этот видео мастер-класс и обязательно нажать на колокольчик который будет вас оповещать о выходе новых видео на моем канале с сентября месяца я буду выходить часто в прямые эфиры и вещать на очень полезные творческие темы и перед тем как приступить к изготовлению дельфиниума я подробно его изучила как и большинство цветов дельфиниум бывает разных размеров форм видов как вы видите абсолютно разные сорта я для себя выбрала именно этот сорт который вы видите сейчас на картинке именно с черной и синей серединкой кроме того у дельфиниума могут быть совершенно разные лепестки и сейчас вы видите перед собой шпаргалочку по дельфиниуму вы видите какая бывает серединка у него какие бывают соцветия я для себя выбрала именно соцветия под номером 4 но вы можете выбрать абсолютно на свой вкус и взгляд любое соцветие и изготовить такие лепестки такой цветок какой нравится вам как это сделать я вам сейчас расскажу нам потребуется для дельфиниума два вида шаблона вы видите их перед собой сделать их очень просто для этого нужно взять лист формата а4 сложить пополам и разрезать на две части берем с вами одну часть и складываем пополам и со стороны складки мы кладем вот так эту часть и вот так вот начинаем прорисовывать полу шаблон если я возьму мой готовый приложу на эту половинку смотрите что получается получается полу лепесток то есть вы здесь форму создаете свою на ваше усмотрение дельфиниумы бывают разные виды разные соответственно и шаблоны лепестков тоже могут быть разные и так шаблончик готов я прикладываю ну практически аналогичный получился у меня и теперь как изготавливаем самый маленький берем вторую половинку листика складываем точно также пополам первый шаблон прикладываем на этот листик и обводим теперь этот шаблон нам нужно уменьшить вот до таких размеров если мы возьмем его приложены этот листик смотрите насколько уменьши дата здесь получается 5 сантиметров на 5 сантиметров меньше отмечаем 5 сантиметров и прорисовываем вот практически одинаково получился шаблончик вам сейчас скажу их размеры это размер самого маленького лепестка длина 10 сантиметров ширина 9 с половиной сантиметров и у основания ширина составляет 7 сантиметров а это размер большого лепестка в длину составляет 14 с половиной сантиметра в ширину тоже 14 с половиной и у основания ширина 10 с половиной сантиметров но повторюсь что вы можете задавать абсолютно любую форму на ваше усмотрение на ваш вкус и взгляд смотрите когда мы вырезаем лепесток наклеиваем у нас остаются вот эти некрасивые углы при желании вы можете взять их просто закруглить лучше это делать изначально уже на готовом шаблоне потому что потом маленькие отрезки фома липнут очень к рукам их сложно собрать и тогда в итоге получится цветочек намного как-то аккуратнее что ли смотрите видите нету вот этих заостренных углов в нем да если мы сравним с этим цветком то здесь мы увидим вот они для изготовления дельфиниума я буду использовать иранский фоамиран толщина его 1 миллиметр у меня это синий цвет для серединки я буду добавлять немножко черного фоамирана и собственно в качестве основания куда мы будем это все наклеивать и из чего мы будем формировать цветок это проволока толщина проволоки у меня 0 7 миллиметров длина ее длина ее 40 сантиметров в этой упаковке находится 30 штук покупаю я эту проволоку в леонардо вот эта пачка мне вышла в 68 рублей либо вы можете посмотреть еще в магазине иголочка такую проволоку она бывает разных оттенков она бывает разной толщины из больших шаблонов мы будем изготавливать вот такие цветочки а из маленьких шаблончиков у нас будут вот такие маленькие цветочки я вам покажу на примере двух цветков техника одна и та же как для маленьких так и для больших цветочков все достаточно легко просто мы берем с вами мы берем с вами какой-то заостренный предмет это может быть та же самая проволока либо тупой карандаш либо ручка без чернила прикладываем лепесток фоамирану обводим и вырезаем и в маленьком и в большом цветке у нас будет по 5 лепестков 5 лепестков маленьких 5 лепестков больших вырезала я 5 лепестков маленьких теперь техника вся та же самая техника скручивания я беру два лепестка складываю вместе и по периметру скручиваю материал аккуратно если вы первый раз работаете с этим материалом потренируйтесь на обрезках потому что его достаточно легко порвать и нужно немного с ним наловчиться почему я складываю именно два листка потому что так становится материал толще и уже малая вероятность что вы его порвете последний лепесток я складываю пополам опять сделаю слой материала толще и только потом буду скручивать все лепестки у нас готовы теперь нужно подготовить проволоку а теперь по расчету проволоки как точно ее рассчитать на один маленький цветочек нам потребуется две проволоки длиной 40 сантиметров две проволоки на большой у нас уже будет 3 проволоки и так достаём две проволоки так вот достали две проволоки длиной 40 сантиметров и теперь эту длину нам необходимо разрезать на три равные части берем плоскогубцы я честно говоря делаю это все дело на глаз вы можете по линеечке четко ровно отмерить все отрезочки у нас готовы и теперь пока клей пистолет греется подготовим с вами серединку для этого необходимо вырезать два прямоугольника вырезаю совершенно на глаз один синий один черный и теперь делаю из этих двух прямоугольников прямоугольники с бахромой один приклеиваем ко второму теперь берем одну проволоку из наших нарезанных и здесь нам нужно приклеить накрутить на проволоку вот такой хвостик сделать крутить можете абсолютно в любую сторону можете начать можете сделать так чтобы синенькая была поверху можете наоборот поменять я делаю черненькую поверху так серединочка у нас готова и в принципе ее можно оставить вот в таком виде рею утюг и буду прямо прислонять вот так к утюгу после этого фом будет немножко плавится и приобретет вот такую форму видите вот такая серединочка у меня получилось после утюга и кажется она так выглядит намного эффектней и теперь нам нужно эти отрезки проволоки приклеить к нашим лепесткам я это делаю при помощи горячего клея но честно вам скажу не очень так не очень то это и прочное дело поэтому я вам все-таки советую если вы хотите чтобы у вас цветок был прям прочный прочный используйте другой вид клея например клей момент супер момент секундный клей именно гелевая текстура у вас будет и ровнее сзади поверхность этого лепестка то есть не будет вот этого торчащего клея и он будет намного намного прочнее у меня сейчас к сожалению секундного клей нет мое дело вам показать технику да а вы уже будете изготавливать идеальные свои цветы вот этот цветочек у меня он сформирован на именно на горячий клей но видите в некоторых местах все равно фомчик отходит секундный гелевый клей прям идеально подойдет под этот цветочек если вам нужны цветы очень очень прочные если вы собираетесь их на прокат ставить много раз собирать разбирать деформировать то здесь нужно использовать точно другой клей не горячий в общем приклеиваем проволоку на лепесток где-то на расстоянии 3 сантиметров от кончика лепестка видите с этим клеем все равно задняя поверхность ли листиков выглядит не очень аккуратно поэтому подумайте каким клеем можете заменить клей пистолет и напишите об этом в комментариях мне интересно будет почитать думаю другим мастерицам тоже и так 5 лепестков и серединка у нас готовы теперь начинаем собирать цветочек для этого мы берем листик из текст ставим прямо и вот здесь у основания ставим пальчик и чуть-чуть изгибаем принципе вы можете деформировать эти лепестки абсолютно по-разному для скрепления я беру тейп ленту повторю что лучше брать тейп ленту именно производства тайвань она очень хорошая клейкая много воска в ней это у меня китайская соответственно она у меня отходит очень быстро итак смотрите берем лепесточек и прислоняем прям вот так вот к серединке до чтобы вот чтобы у нас вот так это все дело получалось здесь берем и сразу заматываем ленточкой в процессе вообще она высыхает воск теряет свое воск восковая текстура теряет свое предназначение так сказать из со стеблей просто спадает сматывается поэтому очень важно выбирать тейп ленту производства тайвань очень хорошая тейп лента продается в леонардо имейте ввиду так берем следующий лепесточек точно также и представляем уже либо на предыдущий вот тогда и скрепляем вот эти кончики которые у конца в виде торчат их тоже нужно замотать тейп ленты чтобы у нас была единая текстура стебелечек у нас готов смотрите что у нас получилось а теперь мы формируем лепестки так как нам нужно да я ориентируюсь той картинки которые в интернете выбрала то есть там 4 лепесточка и один самом низу пятый и так вот такой цветочек у нас получился вы можете эти лепесточки деформировать абсолютно по разному вы можете закрыть цветочек вы можете открыть цветочек здесь уже все на ваше усмотрение точно по такому принципу мы с вами изготавливаем и большой цветок единственная разница в использовании проволоки на маленький цветочек у нас ушло две проволоки длиной 40 сантиметров и мы эту длину разрезали на три равных отрезка до использовали на маленький цветочек а для большого цветка нам потребуется три проволоки длиной 40 сантиметров и разрезать мы ее будем на две части на две равные части и у нас на большой уйдет ровно три проволоки уны Субтитры создавал DimaTorzok Смотрите, когда мы вырезаем лепесток, наклеиваем, у нас остаются вот эти красивые углы. При желании вы можете взять их и просто закруглить. Лучше это делать изначально уже на готовом шаблоне, потому что потом маленькие отрезки фома липнут очень к рукам, их сложно собрать. И тогда в итоге получится цветочек намного как-то аккуратнее, что ли. Смотрите, видите, нет вот этих заостренных углов в нем, да, если мы сравним с этим цветком, то здесь мы увидим вот они, эти углы, вот они, эти уголочки торчащие, а в этом цветочке уже такого нет. Он выглядит более аккуратным, плавным, так что берите на заметку. В качестве основания, куда мы будем крепить цветы, я использовала металлопластиковую трубу 20 мм в диаметре. Вы можете взять и 16 мм в диаметре. Фоамиран очень легкий, цветы легкие она тоже выдержат. Ее я задекорировала тейп-лентой и теперь будем формировать сам цветок. Мы помним, что дельфиниум вообще идет пирамидкой, да, поэтому для того, чтобы сделать вот именно верх в такой узкой пирамидной форме, мы будем использовать маленькие цветы. И для этого у меня их 4. Повторю, что вы можете абсолютно любое число цветов применить в компоновании дельфиниума. Смотрите, самый главный цветочек один, да, я его, смотрите, каким образом сформировала. То есть проволоку я наклеила внутрь и загнула лепесточки наверх. Получилось, что у цветка здесь вот этой страшной проволоки с клеем не видно, но и бутон такой полузакрытый получается. И он у меня центральный цветочек, и к нему я прикручиваю еще 3 цветка. Как я это делаю? Я беру цветочек и сгибаю, да, в таком расстоянии, каком мне необходимо. Чуть-чуть я согнула, и при помощи тейп-ленты я прикручиваю его к основному цветку. И получается у нас уже вот такой готовый букетик, шапочка нашего дельфиниума. Сейчас мы это прикрепим дело. Если мы возьмем с вами эту шапочку и просто вставим в стебель, так тоже можно. И дальше мы будем с вами уже большие цветы приклеивать на сам стебель, на саму трубку. Но шапка будет здесь у нас ходить вправо-влево. Поэтому, чтобы ее закрепить плотно, я прям вот так рядышком к трубе и прикручиваю при помощи тейп-ленты. Вот этой трубки самой, самой трубки видно не будет, потому что она вся закрыта будет под цветами. И вот этого конца трубки видно не будет, потому что будет все, у нас много цветов, все это будет закрыто. Дальше идет у нас первый ряд из больших цветов, и он у меня будет в три цветка. Основание я подгибаю. Вот так. И теперь я формирую цветок, смотрите, каким образом. Не каждый цветок под каждым, а вот этот большой цветок, он должен встать между верхними цветами. То есть вот так. Надо больше к трубе, вот здесь надо поменьше взять расстояние. Так, пока. Беру следующий и прям практически у основания делаю изгиб цветочка в первом ряду. И последний третий я, получается, буду сюда ставить. Вот что у нас уже получилось. Смотрите, видите, образовывается некая пирамидка. И теперь следующий у нас слой будет из больших цветов, и там уже их будет четыре цветка. И мы будем приклеивать чуть дальше от предыдущего ряда. Смысл весь в том, насколько вы вот здесь вот возьмете расстояние, когда вы будете сгибать цветочек. От этого зависит, на каком расстоянии от стебля будет находиться цветок. Первый ряд мы приклеили с вами практически к самому бутончику. Мы вот так его согнули, тут буквально один сантиметр. Вот следующий ряд мы будем с вами приклеивать уже где-то на расстоянии... Сколько тут? Четыре где-то, да? Четыре сантиметра. Соответственно, он будет дальше от стебля, диаметр круга бутона увеличивается, и мы помещаем туда уже не три цветка, а четыре цветка. И так идем до самого низа. Вот пять сантиметров тут получается, и мы его приклеиваем между двумя предыдущими. Вот так. Чтобы вы наглядно понимали, смотрите, на каком расстоянии идет бутон. Видите? Пять сантиметров практически от стебля. И на каком расстоянии у нас те идут? Там практически расстояния нет. Вот. Сантиметра... То есть на этом расстоянии где-то сантиметр, да? Он практически у бутона, а здесь пять сантиметров. Следующий второй прикручиваю. И третий пошел. Так, это уже третий пошел. И видите, уже получается сейчас будет четвертый. Вот в это расстояние еще пятый нам нужен. Вот. И он как раз у нас завершит этот ряд. Так, то есть получается у нас пять цветов. В третьем ряду у нас получается пять цветов. А нижний ряд уже будет шесть. То есть на один цветок больше надо сделать. Получается пирамидка. Что нам и надо. Так, и последний ряд я делаю из шести. Случилось чудо в своем арсенале. Нашла все-таки тайваньскую тейп-ленту. И с ней работать сейчас будет гораздо проще. Самый последний ряд, но это лично мой ряд. Я его делаю последним. Вы можете вот этот ряд, то есть третий, да? Который состоит из пяти цветов. Повторить еще хоть два, хоть три раза. Смотря какой длины вам цветок нужен, да? Какой длины бутон вам нужен. Я вам показываю технику на примере. А вы уже как конструктор лепите под себя эту идею. В общем, смотрите. Последний ряд делаю из шести цветов. И я их буду приклеивать уже еще на большем расстоянии, чем пять сантиметров, чем предыдущий ряд. То есть здесь у меня получается где-то сантиметров даже семь-восемь. Если вам необходимо еще больше сделать длину, и вам не хватает вот этой проволоки, вы берете дополнительную проволоку и, так сказать, наращиваете на основании вот этого цветка. То есть удлиняете его. И затем уже крепите к стеблю. Так, ну мне пока хватает. Вот, я спускаюсь вниз. Смотрите, на каком расстоянии от предыдущего ряда, да, клеить. Не так, чтобы у нас лепестки прям загибались. Смотрите по длине вот этого лепестка, да? То есть, чтобы он свободно у вас находился вот так вот на расстоянии. Вот эта тейп-лента, она просто сразу берет и липнет. Цветок крепит намертво. Вот разница в материалах какая. Все, и она даже не отходит. Отрываю, все, на месте. Потому что она очень хорошо пропитана воском. За счет этого она очень крепко держит. В общем, ребят, вот такой дельфиниум у меня получился. На мой взгляд, очень получилось симпатично. Повторю, что этот цветок-конструктор, и вы можете абсолютно по-разному его компоновать. Если у меня был один ряд из пяти соцветий, то вы можете этот ряд повторить еще два или три раза. Таким образом спускать, спускать, спускать вниз. Больше цветов делать, смотря какого размера, какой высоты вам необходим бутон. Если вам понравился мой мастер-класс, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. Также пишите, что бы вы изменили или дополнили в этой технике по созданию дельфиниума. Очень интересно узнать ваше мнение. Мои советы по поводу изготовления дельфиниума. Во-первых, используйте не горячий клей, а что-то более прочное, например, секундный клей-момент. Второе, это обязательно срезайте углы на лепестках, да, то есть делайте более округлые лепестки. И третье, самое главное, подбирайте правильную тайваньскую тейп-ленту. С ней у вас абсолютно не будет проблем. Через неделю на моем канале будет видео-мастер-класс по созданию ириса из органзы. Пишите также в комментариях, какие еще цветы вы хотите видеть. Я буду выбирать интересные идеи и снимать на них видео-мастер-классы. Ну а с вами был канал Happy Decoration и я, Аня Ковалева. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока, до следующей пятницы! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok